Выявили нарушение на десятки миллионов гривен. Контрольно-ревизионная служба области подвела итоги своей работы за 10 месяцев текущего года. Показатели решили озвучить на пресс-конференции. Присутствовали на ней наши корреспонденты. Из самых резонансных называют проверку на Запорож Облэнерго, где обнаружили нарушений больше, чем на 11 миллионов гривен. В том числе завышение стоимости приобретенного трансформатора почти втрое, по факту чего возбуждено уголовное дело. На данный момент материалы переданы до службы безопасности Украины. И мы имеем ответ, я могу децитировать ее, что 4.11.2011 года главным следственным управлением службы безопасности Украины порушено криминальную справу за номером таким-то, за фактом заводнения службовым особам в АГБД за пресс-трансформатор то коммерциейной структурой с жужим майном, шляхом заложивания своим службовым установочим за повреднюю измогу группы ОСИП, за собой в Игорь Хрозмарк. К числу резонансных проверок относят и ревизию запорожского коммунального предприятия «Основание», где было выявлено нецелевое использование средств и другие нарушения, связанные с деятельностью предприятия. В отделе инспектирования органов государственной власти отличился и Пологовский район, где из 13 проверенных предприятий нарушения финансовой дисциплины нашли во всех. Всего ревизия районного бюджета выявила нарушения на 2,5 миллиона гривен. В Приморском районе проверили 8 предприятий и организаций. Там также нарушили все, но на сумму в разы меньшую – около 18,5 тысяч гривен. Найпоширенными порушениями, как завжди, есть порушения с выплаты заработной платы работникам. Это и утримание поднаштатных одиниц в установах, на которые использовались деньги местного бюджета на выплату заработной платы. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом в контрольно-ревизионном управлении области провели меньше проверок, всего в результате работы КРУ за 10 месяцев в бюджеты дополнительно поступило почти 25 миллионов гривен. В следующем году, говорят ревизоры, эта сумма может увеличиться в связи с изменением законодательства. С 3 октября текущего года увеличены штрафы. Теперь минимум, который должен будет заплатить нарушитель – почти 12 тысяч гривен.